О том, что Белшина на неделе приостановила работу трех заводов, слышал, кажется, каждый. Заголовки в СМИ, то и дело пестрили подробностями производственной паузы. Кто-то выдвигал версии с нехваткой сырья, а кто-то с другими экономическими причинами. Чтобы разобраться, что же произошло на самом деле, наша съемочная группа отправилась на градообразующие предприятия. И вправду, в эту среду в цехах КГШ и ЗМШ было не так многолюдно. Технологические рабочие трудились над наладкой оборудования. Ключевое – над запланированной. Техническое обслуживание оборудования, которое планируется в принципе ежемесячно, на сегодняшний момент просто проводятся глобальные работы, которые невозможно провести при работающем заводе. Белшина в этом году запустилась с 3 января. Весь месяц над продукцией с лейблом «Мэйтен Бабруйск» специалисты трудились без остановок и ремонтных дней, в то время как большинство предприятий России и Беларуси приступили к работе гораздо позже. Помимо сервисного обслуживания, кстати, остановка производства нужна и для уборки в технологических тоннелях заводов и закрепленных территорий, а также для очистки и покраски оборудования. Это трансформаторная подстанция, которая питает подготовительный цех. Данное электрооборудование мы можем ремонтировать только на период останова. У нас большой объем работы, и вот с понедельника по пятницу мы даже постараемся уложиться и выполнить все необходимые работы в срок. Так и произошло. В пятницу в 7.20 утра сотрудники предприятия стали за станки и принялись за выпуск изделий. К слову, Белшина работает на все основные конвейеры, не только нашей республики. В их числе Тольятти, КАМАЗ, Росельмаш и группа ГАЗ. Все из них в полном объеме обеспечены готовой продукцией, что и позволило остановиться на четыре дня для проведения пусконаладочных и ремонтных работ. Большинство технологического оборудования мы производим ремонт во время работы завода, но есть узкие места, так называемые, где линии в одном экземпляре, и мы не можем выполнять ремонтные работы в другое время, как при останове завода. Мы выпустили 352 тысячи шин, индекс физического объема 103,1 по статистике. То есть мы неплохо январь отработали, что позволило нам остановиться, не срывая работу всех конвейеров и обеспечив всех потребителей необходимой готовой продукции. Если говорить о заводе сверхкрупногабаритных шин, то по планам он запустится с 1 марта. При дополнительных или экстренных заказах срок может измениться. Механический завод, свою очередь, работу не прекращал. Что же касается информационных вбросов, то здесь каждый уважающий себя человек должен понимать, делать выводы стоит лишь убедившись в достоверной информации, а журналистам, в свою очередь, не выдергивать слова из контекста. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.